Всем хвостульки-приветульки! Вы на канале Хвост Ньюс и с вами Алена. Карантин не самое лучшее время, чтобы унывать. Лучше посвятить это время чему-нибудь полезному, например, обучению. Сегодня я расскажу о том, как дрессировать кошку в домашних условиях. В случае с кошками вопрос дрессировки зачастую вызывает недоумение. Кошек без особого труда можно научить ходить в лоточек, не запрыгивать на стол, не портить мебель и многое другое. Но сидеть, лежать, давать лапу по команде вы ее не заставите. Да и нужно ли? Но если вам очень хочется, чтобы питомец смог сделать что-то особенное, или у вас есть ребенок, который решил заняться дрессировкой маленькой хищницы, то нет, ничего невозможного. Некоторым трюкам кошки с удовольствием мучатся. Но чтобы ваши труды увенчались успехом, нужно помнить о самом главном. Кошку необходимо заинтересовать. Кошка выполнит трюк, только если решит, что это нужно и интересно именно ей. Во всех других случаях она предпочтет понежиться на любимой подушке. Успех зависит и от темперамента вашего любимца. Если кошка спокойная, не факт, что она воодушевится вашей затеей. Если же питомец активный и любопытный, у вас есть все шансы на успех. Кошку можно научить только несложным трюкам, основанным на действиях, которые питомец выполняет каждый день, сам того не замечая. Например, все кошки прекрасно прыгают. Так почему бы не научить кошку прыгать через трость или палочку? И как это сделать? Для начала просто положите трость на пол. Пусть кошка, пересекая комнату, переступит через нее. Как только вы увидели, что препятствие пройдено, обязательно наградите ее лакомством. Вскоре ваш питомец поймет взаимосвязь препятствия и угощения и будет намеренно перешагивать через трость, чтобы получить вкусняшку. Пищевая мотивация для кошек самая сильная, и лакомства станут вашими лучшими помощниками в дрессировке. Чтобы не причинить здоровье питомцу вред, выбирайте правильные лакомства, разработанные специально для кошек. Они станут для кошки отличным стимулом выполнить трюк и внесут вклад на ее здоровье. Не используйте продукты со стола. Постепенно начните менять высоту трости. Как только вы увидели, что кошка почти подошла к препятствию, немного приподнимите трость. Каждый раз, когда кошка будет переходить препятствия, поощряйте ее лакомством. Постепенно повышая высоту, вы научите кошку прыгать через трость. И вот он, долгожданный результат. Когда кошка усвоит трюк и будет брать препятствия уверенно, можно немного умерить поощрение и награждать кошку лакомством не через каждый прыжок, а через несколько. Если же любимица перестанет проявлять рвение, немного снизьте планку и снова начните давать лакомства после каждого успешного прыжка. А еще кошку можно научить ловить и даже приносить вам легкие предметы. Это довольно легко, если пользоваться простым правилом. Предмет должен вкусно пахнуть, чтобы привлечь внимание вашей любимицы. Просто киньте кошке предмет и когда она возьмет его в рот, щелкните пальцами или подайте другой звуковой сигнал и угостите ее лакомством. Если кошка принесла вам предмет, также подайте условный сигнал и поощрите вашу умницу. Не забывайте, что у каждой кошки свой характер и свои поведенческие особенности. Друзья, наше видео подошло к концу. Ставьте ему лайк, а в комментариях напишите, каким трюком успели обучить своих питомцев вы на самоизоляции. А с вами была Алена на канале Хвост Ньюз. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»